Продолжаю видео из серии «Псих на бирже» о том, как заработать на бирже, наиболее агрессивная стратегия с использованием опционов. И сегодня речь о том, как мне удалось удвоить свой депозит на срочном рынке буквально за один день. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, я уже рассказывал о том, как ведут себя «Психи на бирже», какие эмоции там зашкаливают. И я, на самом деле, использую иногда очень агрессивные стратегии, потому что, ну, как раз сейчас, наверное, это и дает результат. В предыдущем видео я рассказал о том, что вот индекс РТС продолжал расти, несмотря на то, что геополитическая напряженность и так далее. И я поставил все на то, чтобы, вот посмотрите, вот здесь вот, видите, он замедлил рост. И я очень сильно надеялся на то, что он упадет, но, к сожалению, этого не случилось, он вырос. И в результате я решил, ну, не то что зафиксировать убытки, а перенести эту позицию, это ожидание падения на следующий период. Но, фактически, я очень-очень много потерял в тот период. Вот, на самом деле, ну, по крайней мере, формально и, ну, много, по крайней мере, больше 100 тысяч. Вот, и что произошло далее? Смотрите, вот какую стратегию я построил, которая мне позволила удвоить за один день буквально свой депозит, вернуть, ну, по крайней мере, почти все. Еще не все я вернул, то, что я потерял на предыдущем периоде, но есть надежда не просто вернуть все, а уйти очень сильно в прибыль. Вот, смотрите, какая стратегия. Итак, посмотрите, вот такая стратегия. Вот, я ожидал здесь падения, падения не произошло. И вот здесь вот горизонтальные линии, это страйки опционов. То есть, здесь и далее все будет понятно только тем, кто прошел курс по опционам, кто не прошел, значит, будет ссылочка либо вон там, либо вон там, описание к видео, курс биржи для чайников плюс опционы. Ну, а я постараюсь тем, кто не прошел, но интересуется и что-то знает в опционах, ну, чтобы более-менее доступно было. Итак, какая наиболее прибыльная стратегия может быть на опционах? Вот в данный момент, смотрите, именно в данный момент, что происходит на бирже. На бирже происходят очень серьезные колебания, которых раньше не было давно. Дело в том, что сейчас меняется в корне, меняется вообще все в мире. Дело в том, что сейчас, значит, завершается программа КУЕ, потому что она завершается. Вот, программа КУЕ сворачивается в Америке. И в Америке программа КУЕ, сначала все удивлялись, почему же нет инфляции. Почему же нет инфляции? И сейчас инфляция в Америке резко взлетает. Соответственно, сейчас очень-очень серьезно, значит, сворачивается программа КУЕ к марту. И будет серия целая повышения учетных ставок, что по оценкам приведет к падению фондового рынка. Но это произойдет в марте. Что происходит в России? А в России ставки уже, значит, подняты выше крыши. И в пятницу должно было состояться очередное заседание ЦБ, на котором, как ожидалось, ставку поднимут на 1%. Ну, в общем, это уже заложено в рынке. И, казалось бы, вот оно все. И вроде геополитика спадает, но пятница. Вот. И смотрите, какая ситуация. Вот я смотрю, вот здесь вот рынок закрылся. В прошлый раз это вот состояние на 10 ноября. Что я сделал? Я, значит, думаю, ну, блин, есть вероятность того, что рынок повернется и пойдет дальше расти. И здесь очень важно понять максимальные значения, до которых он вырастет. Ну, я решил, что максимальные значения, до которых он вырастет, это 162 500. Вот этот страйк. Вот. Ну, здесь примерно, значит, вот эта линия. 162 500. И, значит, соответственно, какая оптимальная стратегия? Купить опционы кол на один страйк ниже. То есть, они очень дешевые здесь. То есть, по сравнению с этими, ну, как бы, они здесь дешевые. И продать, соответственно, вот эти опционы, которые еще дешевле, но ненамного. Поэтому разница между вот этими двумя страйками 2500 пунктов. То есть, на каждый опцион я получу, если он вырастет вот сюда, то на каждый опцион я получу примерно 3000 рублей. А стоимость вот этого всего, всей истории, ну, будет, ну, рублей 600. Вот так вот. То есть, 600 рублей вкладываешь, пять раз больше получаешь. И, соответственно, вниз то же самое, значит, put spread, значит, вверх это бычий call spread я строю. Но, на самом деле, моя цель продать как можно больше опционов, потому что потом все это трансформируется в проданный кондор. И что происходит? Еще какая вероятность? Есть вероятность того, что, ну, да, вероятность того, что индексы вырастут. Почему такая вероятность может случиться? Ну, потому что спад международной напряженности, во-первых. Во-вторых, значит, ставку ЦБ, как я уже сказал, ЦБ России должен в пятницу был поднять. Это приводит к удорожанию национальной валюты, удорожание национальной валюты приводит, ну, по крайней мере, сразу к локальному росту индекса РТС, потому что, ну, это удорожание, пускай, достаточно резко национальной валюты, с одной стороны, но, с другой стороны, она и так уже дорожала. И вот он, вот рост, он весь вроде бы уже в рынке. Ну, черт его знает, как оно будет вести себя. Если будет спадать международная напряженность, то, соответственно, иностранные инвесторы вернутся на российский рынок, и он, ну, может взлететь, на самом деле, может подняться. Вот, то есть было уже падение рынка на вот всяких страхах, а сейчас хорошие отчетности и так далее. Вот, и с другой стороны, ну, а если международная напряженность не спадет, то, соответственно, будет падение рынка, резкое достаточно. И я ожидал, что он может упасть до 145. Вот она, вот, линия, мы видим, она достаточно, как бы, четкая. Вот здесь вот линия, здесь линия сопротивления, здесь она же линия, линия поддержки. Вот, ну, до 145 вполне реально. То есть, смотрите, раз, два, три, четыре. Четыре страйка вниз он может ломануть и четыре страйка вверх. Понимаете, да? Соответственно, значит, если я рассчитываю, что он упадет до 145 тысяч, то, соответственно, я покупаю опционный пуд со страйком 147 500 и продаю со страйком 145 тысяч. Сейчас я схематично покажу это дело. Вот этот график весь я скопировал вот сюда. Вот сюда. Вот он. Это тот же самый график. Смотрите, что я сейчас с ним сделаю. Вот, запомнили, да? Вот здесь вот два верхних страйка, здесь два нижних страйка. Сейчас я их немножечко подрежу, этот график. Вот. Или не подрежу. Давайте я его сплю еще. Вот так вот. Но мы помним, вот они страйки, все мы помним, да? Вот. И сейчас, смотрите, что я сделаю. Сейчас я его переверну. Вот так. Вот. Ну, график от этого не изменился, как мы видим, да? Ничуть. Ну, просто вот движение идет сюда. Вот. Теперь, чтобы показать вот эту стратегию, сейчас я попытаюсь ее нарисовать. Вот я ее сделал более-менее прозрачным. И сейчас рисую. Смотрите, вот он страйк. Вот два нижних страйка. Вот здесь два нижних страйка, соответственно, они два левых страйка. Что я делаю? Я делаю вот следующую стратегию. Давайте рисуем сначала линию вот такую горизонтальную. Это ноль. Понимаете, да? Теперь я, значит, покупаю опционный колл со страйком 160 и продаю со страйком 162.500. Соответственно, у меня получается примерно вот такая картина. Так. Ну, давайте. Значит, я продаю опционы. Значит, соответственно, у меня будет... Ну, давайте я нарисую вот здесь вот высоко линию. Вот так вот. Вот. Теперь дальше я их продаю. Соответственно, я рисую еще одну линию. Вот куда-то сюда. Вот такая вот линия. Дальше. Если у меня не дойдет сюда, к четвергу, то у меня это как бы стратегия, которая куплена, она даст мне убыток на момент экспирации. То есть вот она ниже нуля, да? Соответственно, дальше я рисую купленный опционный путь. И здесь абсолютно аналогичная вещь. Смотрите. Вот она линия. Значит, вот сейчас я рисую. Вот так. Ой. Так, я не то сделал. Вот. Это линия. И мы продолжим эту линию. Вот сюда, соответственно, я строю стратегию такую. Ну, вообще говоря, здесь они разной высоты. И я это подчеркнуть хочу. Вот так. И еще одна линия. Вот так. Что это за линии? Смотрите. Это линии. Вот. Это прибыль моя. Это моя прибыль. Вверх. Если по оси вертикальной. По оси ординат. Сейчас я нарисую ее. Сюда вверх идет моя прибыль или убытки. Она становится отрицательным, когда ниже нуля. И, соответственно, по этой оси это цена базового актива. То есть цена индекса РТС. Смотрите. Вот сейчас, в данный момент, индекс РТС, в тот момент, да, на момент завершения предыдущего цикла, на 10 число, находился вот здесь. И если индекс уйдет вверх, вот сюда, и дойдет до 162, то я заработаю. Ну, там очень хорошие деньги на каждом. Значит, здесь я, у меня куплены опционы колл, здесь проданные. Соответственно, на каждой паре я получаю, ну, где-то по 3000 рублей, минус 600 рублей, которые стоят покупка вот этой пары. И, значит, чем больше пар вы купите, тем больше прибыли будет. И здесь, соответственно, почему я нарисовал разной высоты, потому что, ну, вот это смещенный слегка вариант стратегии. То есть, я считаю, что вероятность того, что индекс упадет, все-таки выше, и поэтому здесь вот больше. То есть, соответственно, у меня куплены опционы PUT со страйком 142,500 и со страйком 145,000 проданные. То есть, соответственно, вот такая штука. И у меня этих страйков доядрение фени. Вот, что я хотел сказать. Что происходит дальше? Да, вот, ну, это, вот эта вот картина, она будет, если цена останется вот здесь. То есть, если цена останется здесь на момент экспирации, то есть в следующий четверг, то, соответственно, на следующий четверг, 17 число, то, соответственно, у меня будут вот такие убытки гигантские. Но если цена выскочит за эти периоды, у меня будут вот такие прибыли. И, ну, какие здесь прибыли? Сейчас вы увидите, какие прибыли здесь могут быть. Ну, к сожалению, я не нашел сохраненных снимков того момента, за то время. Поэтому сейчас я покажу, что же произошло дальше, вот после того, как я построил такую стратегию. Смотрите, вот здесь. Давайте подвинем немножечко, что произошло. Индекс пошел резко вниз. Резко вниз, как я и ожидал. Вот. Вот он был 100, сколько там, 152 500, 10 числа. И он пошел, ну, достаточно резко вниз. Смотрите, вот сюда. Здесь ленты Бойлинджера мы видим. Вот верхняя линия Бойлинджера, средняя линия и нижняя линия. Как правило, средняя линия является такой вот знаменательной. Он может часто очень дойти до средней линии и пойти в том же направлении, в котором продолжал. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Вот, например, вот здесь, смотрите. Вот он идет вверх на средней линии, он колебнулся, пошел дальше вверх. Или вот здесь, например, шел вниз, отскок до средней линии. Значит, по идее, он может дальше либо пойти сюда, либо пошел вниз. Он пошел вниз. Соответственно, на средней линии надо все ловить. Вот здесь тоже вот доходит до средней линии, колебнулся, пересек, пошел вверх. Здесь то же самое, но здесь на средней линии. А вот она, средняя линия, такая заминочка большая, если посмотреть на большом промежутке. И пошла. То есть на средней линии, на средней линии есть какой-то вот уже, ну как бы предвестник того, что может остановиться вот здесь и не пойти вниз дальше. Вот. Что здесь делать? Я начал потихонечку фиксировать, ну как бы снижать скорость. То есть смотрите, вот у меня, давайте возвращаемся вот к этому рисуночку, вот к этому рисуночку. Вот. На самом деле, когда я строю стратегию, у меня, сейчас я попытаюсь нарисовать линию. Так, дуга. Кривая. Вот она, кривая. Вот сейчас я попытаюсь нарисовать линию. Она будет идти вот так. Ой. Вот так. Так. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Ничего не получается. Так. Давайте я нарисую линию. Она будет идти примерно вот так. Давайте я нарисую линию. Она будет идти примерно вот так. Да. Вот так. Так, сейчас я начну ее немножечко менять. Ну, куда-то сюда она уйдет там. Так, теперь смотрим. Вот этот вот узел я меняю вот так вот. Да. Она обычно так себя ведет. Теперь здесь вот так. И здесь, да, вот так. То есть, смотрите, когда я строю эту стратегию, то у меня моя прибыль не меняется. И вот здесь, вот в этой точке, у меня, ну, примерно, значит, касательная к этой кривой, получается, горизонтальная касательная к этой кривой является дельтой. То есть, это количество фьючерсов, которые у меня фактически куплены. И смотрите, по мере того, как, ну, в данном случае пошла она вниз, то есть, кривая стала подниматься вверх. И моя прибыль, соответственно, стала подниматься вверх. Ну, давайте я нарисую более, как бы, реальную кривую. Она примерно вот так вот идет. Вот так. И вот здесь вот, ну, примерно вот так. Да. Примерно вот так. Потому что здесь она должна быть ровно на середине. И, соответственно, это крыло я тоже так же нарисую. Вот здесь. Вот так. Вот. Вот. То есть, смотрите, если у меня, получается, в текущий момент, в текущий момент у меня получается, что индекс РТС пошел вниз, то у меня пошла прибыль с ускорением. Понимаете? И вот здесь вот, в этой средней точке ускорения, ну, то есть, она идет дальше, но дальше идет на замедление. Вот такая штука. Теперь смотрите дальше, что происходит, если у меня, вот, я задублирую эту кривую. Вот. В правый край не смотрим пока. Значит, что происходит у меня, если... Если ничего не произошло, и, значит, идет так называемый тета-распад, то, соответственно, у меня получается следующее. У меня получается контур фигуры. Сейчас я другим цветом немножечко, вот красным цветом. Вернее, наоборот, контур фигуры здесь синий цвет будет, а вот контур предыдущей фигуры, вот это и будет красным цветом. Ну, просто, чтобы он соответствовал тем цветам, которые есть. То есть, красный цвет, цвет это текущий, а синий цвет это то, что будет. Вот. То, что будет у нас, будет вот так вот выглядеть. Вот так. И... Ну, да. И здесь я... Так, сейчас я фигуру пытаюсь поменять. Да. И вот так. Вот, то есть, смотрите, то есть, если ничего не происходит, то фигура проседает. Если что-то происходит, то есть, в какую-то сторону, то вот здесь вот все равно у меня фигура становится... Нижняя фигура, ну, во-первых, проседает, а во-вторых, смотрите, что происходит. А во-вторых, происходит следующее. Нижняя фигура вот в этой точке, она пересекается, вот так вот. И нижняя фигура становится, ну, как бы верхней. Вот. И, значит, соответственно, здесь то же самое. То есть, вот такое поведение линий. Вот, то есть, смотрите, со временем, со временем, вот в этой точке они пересекаются, то есть это точка перелома, и тогда уже тета-распад ведет к увеличению моего депозита и стремлению его вот куда-то сюда или сюда, ну, то есть к этой линии, когда линия становится выше. Соответственно, индекс РТС пошел вниз, и, значит, по красной линии моя прибыль пошла с ускорением увеличиваться. Что происходит на средней линии? Когда вот дошел до средней линии, вот она средняя линия, мы видим, да, где-то здесь, средняя линия индекса, то, соответственно, здесь есть торможение. И я начинаю вот эту кривую потихонечку менять, то есть я беру, и вот часть из этих страйков, вот из этих страйков, которые куплены вот здесь, я продаю, потому что они очень здорово выросли в цене, но чтобы их продать, я беру и покупаю вот здесь страйки, они еще более дешевые, значит, соответственно, получается вот такое вот ушко. То есть вот за счет продажи у меня этих страйков здесь понижается немножечко вот эта точечка, вот так. А эта линия идет у меня вот сюда. И здесь я попытаюсь, типы соединительных линий, прямая соединительная линия, так, не могу я точку ставить. Ну, тогда я сделаю просто. Вот так вот получается. И вот здесь вот получаются такие ушки, как бы вот, ну, как у кошки. Вот такие ушки. Вот, то есть получается вот такая линия, то есть если дойдет до 145, у меня все-таки прибыль, значит, но дальше она у меня немножечко вот такая затормозится, но тем не менее дальше идет прибыль. Вот этих вот, вот этих я купил много достаточно, поэтому я купил их вот так. И, соответственно, у меня точно так же пойдет вверх. Давайте посмотрим на практику. Что я показал вот в этот момент здесь своим подписчикам, тем, кто купил опционы, курс по опционам. Вот я рассказал, что индекс пошел вниз, и он очень резко пошел вниз, поэтому я купил, я продал вот здесь. Смотрите, что у меня происходит. У меня было, здесь видите, минус 60, то есть у меня было продано вот здесь 60. 60, вернее, вот здесь было продано 60, нет, здесь все-таки на вершине 60 опционов пут. Соответственно, здесь у меня было куплено 60 опционов пут. То есть, представляете, да, 60 опционов пут. 60 пут спредов медвежьих получается. Если уйдет резко вниз, то моя прибыль составит 60 умножить на 3000, примерно это 180 тысяч. Вот, соответственно, я здесь немножечко фиксирую, потому что если пойдет назад, то у меня с таким же ускорением мои денежки, те, которые вроде бы мне светят, мне, значит, пойдут вниз. И смотрите, он очень резко пошел вниз, очень резко, и как-то вдруг внезапно пересекает вот эту линию 142 500, вернее, 145 тысяч, и пересекает даже 142 500. А у меня настроено уже, смотрите, я купил 75 опционов пут уже со страйком, мы видим 142 500. То есть, со следующим страйком я купил, а эти продал. То есть, я как бы зафиксировал, но при этом, посмотрите, за счет купленных опционов 142 500, у меня все равно дельта отрицательная. То есть, все равно я в прибыли, но уже вот она вот яма получается, и если я буду в этой яме на момент экспирации, то это риск огромный, понимаете, минус 200 тысяч, но с этим надо будет что-то делать, по крайней мере. То есть, здесь увеличивается риск, но что значит увеличивается? Если, так сказать, попрет война и так далее, то, соответственно, все будет иначе, и он пойдет назад. Короче говоря, вот что происходит. На этот момент, вот на момент этот, который нарисован, у меня, смотрите, вариационная маржа 34 601, то есть, у меня прибавилось. Я уже продал, в общем-то, все опционы кол, которые справа у меня. Вот, что происходит дальше, смотрим. А дальше происходит следующее, индекс начинает валиться. Почему он начинает валиться? Да черт его знает, значит, это вот, как бы, вот он, видите, перескакивает 145, даже 142 500. Вот этот страйк перескакивает и идет вниз, еще даже ниже, чем 140 тысяч, вот этот следующий страйк, все. И я смотрю, пошел, вот, вот смотрите, вот он рванул сюда, и потом пошел отскок. Кажется, пошел отскок. Что я здесь делаю? Я фиксирую здесь прибыль. Смотрите, что я пишу в чате. Ну, тут сразу обсуждение идет, что война началась все-таки. Я ищу, значит, в бешеном темпе. А это, смотрите, время на секундочку 21.40. То есть, когда уже все успокоилось, когда уже никаких колебаний не должно быть. То есть, в Америке рынки уже открылись, там 16.30 уже далеко позади время, когда открывается американская биржа. Вроде ничего не происходит, и 21.40 по российскому времени, по Москве, значит, мы пишем, значит, ну, пишет вот Степан, что война началась, что ли. Вот, и я смотрю на остальные, как бы, параметры. Золото резко рвануло вверх, а у меня золото куплено. У меня куплены опционы колф на золото, еще вот здесь вот куплены. Ну, там немного, 10 опционов, они хорошо дали прибыль. Вот, и смотрите, вот я такой смотрю на золото, смотрю на доллар. И пока я смотрел, у меня уже, помните, да, там предыдущий слайд по стратегии был 34 тысячи. Посмотрел на золото, посмотрел на доллар, уже 57 тысяч. То есть, больше 20 тысяч рублей прибавилось. То есть, стратегия ничуть не изменилась, он пошел вниз. Ну, все. Пока писал, вармаржа на 20 тысяч прибавилось. Вот я пишу, понимаете, да? То есть, вообще круто. И разница между этими, смотрите, 21. Вот здесь вот 21.40, а здесь 21. Сейчас немножечко прокручу. 21.46 за 5 минут 20 тысяч. Представляете, какие страсти 20 тысяч рублей за 5 минут. Вот, S&P 500 вниз идет, DXY, ну, в общем-то, не меняется. Вот я пишу, вот это индекс, этот доллар по отношению к рублю резко вверх. Это что значит? Это значит, что, ну, все-таки это виноват в падении в таком резком индексе РТС. Рост рубля, это значит, геополитика, это значит, что-то там, ну, типа, война началась. В новостях я ничего не вижу, пишу. А USD рубль, пишу в чате, значит, USD рубль to the moon, то есть, в небеса. Ну, и здесь дальше понеслось у нас обсуждение, значит, политики. Вот, что я делаю? Куда пошел уже, значит, это самое? Ну, в моменте индекс РТС упал на 11%, соответственно, я начинаю фиксировать прибыль. У меня вариационная маржа 84 тысячи, деньги 87 тысяч, дельта у меня плюс 660. Посмотрите, вот она, красная линия, это дельта. Резко фиксирую прибыль, и у меня уже переворачивается. То есть, у меня уже, моя стратегия настроена уже не на падение, а на рост, на отскок. И если, если индекс РТС превысит на момент экспирации 145 тысяч, у меня прибавится еще плюс 134 тысячи рублей. Вот, и вот на момент закрытия биржи, вот на текущий момент у меня следующее. Вот здесь вот страйк 142 500 мы видим, да. Здесь у меня прибавится 131 632, вариационная маржа 88 тысяч, деньги 87. То есть, смотрите, денег было на начало того дня, на начало пятницы, ну, то есть, на конец четверга 87 тысяч на счете. И прибавилось за пятницу 88 тысяч, больше 100%. И при этом перспектива следующая, что если индекс РТС пойдет вверх, то я заработаю еще 130 с лишним тысяч. Что будет дальше, наблюдайте. Я тоже с нетерпением жду открытия биржи. Если индекс РТС попрет вниз, то, соответственно, вот у меня, ну, будет идти потеря моих денег достаточно быстрая. И здесь я буду покупать уже, ну, где-то вот с таким страйком, там, ну, буквально там со 130 опционы PUT. Буду очень резко покупать. Ну, потому что если полетит вниз, то полетит вниз капитально. Но будем наблюдать. Если не полетит вниз, то я начну выстраивать уже правое крыло, то есть, я буду покупать опционы call на центральном страйке. И для того, чтобы увеличивать вот крутизну этой линии вверх, в общем, страсти кипят, адреналин в крови. Очень хочется заработать вот эти 134 тысячи для того, чтобы вернуть то, что я потерял в предыдущие, как бы, периоды. Мне осталось заработать, ну, 20000, что вполне, вполне себе реально, но я очень хочу не просто вернуть то, что я потерял, но и заработать. Ну, 1060 хотя бы. Поэтому будет все очень интересно, будет все очень круто. Продолжение следует. Следите за публикациями. Ну, а если вы ничего не поняли во всяких этих страйках и так далее, то повторяю, что у вас есть возможность начать пробовать это, если вам это интересно. Ссылочка вон там, биржа для чайников плюс опционы, либо вон там, либо прямо сейчас появится ссылочка на это видео, значит, там картиночка появится, биржа для чайников плюс опционы. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. Удачи вам на срочных рынках и до встречи. Удачи вам на срочных рынках.